Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале GuitarMoney. И сегодня уже, как по традиции, я снимаю второе видео про гитару Harley Benton SC1000 и я расскажу в нем обо всех косяках, которые я смог найти в этой гитаре. Ну что ж, погнали! Друзья, отдельное спасибо всем, кто материально поддерживает канал, а именно тем, кто оформляет спонсорство, кто покупает в магазине Strumke.ru именно с моим промокодом GuitarMoney, кто донатит на стримах, до стримов, после стримов. Огромное вам всем спасибо! Материальная поддержка, как бы кто ни говорил, это очень-очень важно. И сразу напомню, что ссылку на эту гитару и ссылку на все остальные похожие гитары, которые я могу посоветовать к покупке, я оставлю в описании под этим видео. Так что переходите, смотрите, если вам это интересно. Давайте не будем сильно растягивать и сразу перейдем к минусам. Это гитары, которых ни один и ни два. Первый минус – это колки. Колки работают, в принципе, неплохо. Они держат в строй, для дома точно их хватит. Но в некоторых из этих колках, а именно в двух из шести, есть холостой ход. Ты начинаешь крутить. Если ты натягиваешь колок, ты его натягиваешь, с ним все нормально. Но если тебе надо отпустить, ты чувствуешь легкий холостой ход в обратную сторону, и потом он начинает отпускаться. И таких колков, как я сказал, два из шести. Это никак не влияет на то, что эти колки держат строй. Это никак не влияет на их работоспособность, но целое впечатление от гитары, конечно, ухудшается. Второй минус, который я готов отметить в этой гитаре – это лады. Что я имею в виду? Лады, в принципе, они ровные. То есть гитара нигде не звенит сильнее, чем она должна звенеть. Ну, в каких-то, знаете, определенных… Огромное спасибо. В каких-то определенных местах она не звенит сильнее, чем должна. Торцы не торчат. Я вот так вожу, с этим все хорошо. Но сами лады, они совершенно не отполированы. То есть я начинаю делать бенды, и я слышу, как струна трется по этим ладам. То есть если вы возьмете гитару Fusion 2, там лады из державеющей стали. Кстати, ссылку на нее я тоже оставлю в описании под этим видео, потому что я считаю, что Fusion 2 – это самый удачный Harley Benton. Ну, все, которые есть, по примеру, из тех, которые пробовал я. Так вот, на той гитаре такого нет. Ну, естественно, там лады из державеющей стали, они гораздо прочнее, и струна просто по ним скользит. Здесь же обычные лады, и я слышу, как они скребут, как струна скребет по ладам. То есть лады совершенно не отполированы. Но это проблема временная. Со временем, когда вы на этой гитаре будете играть все больше и больше, лады притрутся к струнам. То есть самим, я имею в виду, что вы струнами их дополируете до нужного состояния, и такого уже не будет. Лично у меня, если мы берем в районе 12 лада, этот эффект уже пропал. Здесь, в принципе, я беру третью струну, и она уже скользит хорошо. Скрежета нету, потому что в основном бенды я делаю где-то здесь. Но если я беру третью струну 5 лад, ох, как она скребет. Конечно, если у вас есть паста ГОИ, там шлифовальный круг на шуруповерт, вы можете все заклеить, я имею в виду накладку, и отполировать лады, этого не будет. Но изначально с завода это так. И я считаю, что это минус. Да, сейчас мне напишут, что чего ты хотел от гитары за 13 тысяч рублей. Но на самом деле, если учитывать, что эта гитара стоит 13 тысяч рублей, это офигенная гитара. И третья, самый главный косяк этой гитары, это ее электроника. Те, кто смотрел распаковку этой гитары, я думаю, догадываются, о чем я хочу сказать. А именно о том, что касается именно бриджевого звукоснимателя. Что на чистом звуке он звучит слегка пердяще, в общем. Есть какой-то легкий перегруз. Даже на минимальном уровне ручки громкости самого звукоснимателя, даже на минимальном гейне на преампе, мы слышим, что чистый звук, он нечистый. И на заднем фоне есть какое-то подпердывание. И оно формируется именно в преампе самого звукоснимателя. Даже когда вы играете на большом сильном гейне, вы все равно слышите этот легкий пердеж на заднем фоне, так скажем, на заднем фоне звука. Конечно, те люди, которые будут слушать вашу игру, те люди, которые будут слушать микс, они никогда этого не услышат. Но если вы будете сами играть на этой гитаре, я думаю, конечно, тоже не все это услышат, но кое-кто из вас услышит этот звук, и он вам, я думаю, не понравится. Если вы возьмете гитару со звукоснимателями EMG, там вы слышите действительно большой сильный перегруз, но звук он как будто чистенький. Если же мы берем вот эти звукосниматели HBZ, то вы слышите на заднем фоне какое-то... Я не знаю, как это объяснить, но в общем это очень неприятный эффект. Опять же, никто кроме вас этого не услышит. Никто, кроме играющего человека, это не услышит. Но я думаю, вам этот эффект мне понравится. Что касается некового звукоснимателя, в нем такого эффекта нету. На чистом звуке он играет очень чистенько, и у него очень-очень приятный тон. Я не знаю, почему так происходит. Возможно, эти звукосниматели разные, а возможно, нековый звукосниматель находится чуть ниже, чем бриджевый. Но я не думаю, что из-за этого. Но эффект такой и есть. И я считаю, что эти звукосниматели нужно менять. Если вы не очень понимаете, о чем я говорю, вы можете посмотреть распаковку этой гитары. Я думаю, найти на канале ее несложно. Это было одно видео назад. Там в конце мы играли на этой гитаре, и вы можете послушать. Но в целом, это гитара для хайгейна. На хайгейне она звучит очень-очень неплохо. И если не брать в внимание то, что именно бриджевый звукосниматель звучит плохо на чистом звуке, а играть чистый звук только на нековом звукоснимателе, то я могу сказать, что эта гитара, в принципе, и на перегрузе звучит хорошо, и на чистом звуке тоже звучит очень-очень неплохо. Но чисто для себя я бы эти звукосниматели поменял. В остальном же все хорошо. Мензура отстроилась, все железо работает. Я не могу сказать, насколько она мягкая или насколько она прочная, потому что здесь нет ни флэдроуза, ничего такого. И, в принципе, иметь какую-то особую прочность, наверное, и не нужно. Собрано тоже очень-очень неплохо. В целом, гитара очень красивая. Вот этот топ, он очень классный. Сзади мы можем видеть вырезы здесь, здесь. Пятка у нас не как у IC450. Пятка здесь квадратная, как у Испишек или как у Гибсонов. Также есть отсечка для батарейки. Это тоже приятный бонус, хотя на всех гитарах, которые идут с завода с активной электроникой, есть отсечки. Но, например, на этой гитаре я сам с братом делали отверстие и вставляли туда отсек под батарейку. Ну, что еще можно сказать? Я вам напомню, что если вы хотите гитару Harley Benton, Les Paul, то есть синглкат с активной электроникой, но которую, в принципе, не нужно будет менять, вы можете обратить внимание на модель SC Custom. Там стоят активные звукосниматели... Ну, есть SC Custom именно с активными звукоснимателями. Там их много разных, есть именно с активными. Там стоят звукосниматели активные Rosewall, то есть не HBZ. И те звукосниматели звучат получше. На чистом канале насчет перегруза я говорить не буду. У всех свои вкусы. Кстати, если вернемся к SC Custom, почему я взял именно SC 1000? Потому что, как мне кажется, SC Custom сильно проигрывает этой гитаре внешне. Обратите внимание, какая здесь голова. Похожа на ESP LTD. Только вот этот хвостик сверху, а не снизу. Обратите внимание на инкрустацию на грифе. Это реально флажки, как на ESP, а не прямоугольники, как на SC Custom. Ну, а все остальное, по-моему, у них одинаковое. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Все ссылки, которые я обещал, я оставлю в описании под этим видео. Эту гитару, потом SC Custom, потом про Fusion я говорил. Я считаю, что это самый удачный Harley Benton, который есть. На него ссылочку я тоже оставлю в описании под этим видео. Но Fusion, по-моему, нет сейчас в наличии. Хотя, может быть, уже есть. Перейдите, посмотрите. Их достаточно быстро разбирают. Огромное спасибо всем, кто принимает материальное участие в жизни канала. Это спонсоры. 49 рублей в месяц, это не так много, но если у вас будет 10-100 человек, это очень и очень поможет в жизни канала. Также спасибо всем, кто покупает в магазине Странкиру именно с моим промокодом гитармания. Вы получаете 7% скидки, я же получаю 3% от вашей сделки. И вам хорошо, и мне хорошо. И это также, как вы понимаете, материально меня поддерживает. Ну а меня зовут Сергей, и это был канал Гитармания. Всем позитивного настроения. До встречи на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!